Данное видео будет полезно владельцам Zikr 001 и скорее всего 007 2024 года, которые не хотят жить в китайском часовом поясе, а также всем владельцам других моделей, кто хочет видеть на планшете крупные часы и не вглядываться в мелкий шрифт в углу экрана. Также можно вывести дату и день недели. Я пользуюсь русификацией, которая включает приложение для планшета с возможностью корректировки времени без подключения ноутбука. Контакт русификатора моего авто будет в описании, все можно установить самому и без посещения сервиса. Однако периодически время восстанавливается на китайское и неизвестно в какой момент это происходит. Если вы пользуетесь функцией ночной зарядки или прогрева салона по расписанию, это может в определенный момент дать сбой. Такие часы будут показывать правильное время, а мелкие часы в углу планшета, на приборной панели и на заднем экране продолжат показывать китайское. И все функции автомобиля, связанные со временем, продолжат работать в китайском часовом поясе. Итак, чтобы получить такие часы, необходимо открытое инженерное меню, ноутбук с программой ADB и любая другая оболочка ADB, например ADB Run, ADB App Control и собственно программа Time&Memo, время и памятка в русском плей маркете. Я в своем примере использовал Repack без рекламы, все ссылки на программы в описании к видео. Скачав APK файл, соединяемся с автомобилем, для этого выполните настройки инженерного меню, как на видео. Необходимо установить данную программу с ключом "-g", что позволит программе получить необходимое разрешение. Основное это, конечно, отображение поверх всех окон. После установки запускаем приложение из меню. Первым делом можно сменить язык на русский. И нажимаем кнопку активировать часики. Если вы видите такие синие часы, значит все установлено верно, осталось только настроить. Выбираем 24-часовый формат времени. Отключаем секунды. Выбираем удобный для вас размер. У меня это 78 пунктов. Отключаем контур. Отключаем тень. И заходим в настройки темного режима. Здесь выбираем цвет часов в светлом режиме. Выбираем не самый черный цвет, наиболее подходящий к цвету соседних иконок и часов. И также в темной теме не совсем белый, но близкий к нему цвет. Тоже максимально похоже к шрифту иконок в темной теме. Далее выбираем использовать статус бар, чтобы переместить часы в статус бар. Регулируем положение влево-вправо. Вот такие ползунки, как верх-низ, иногда становятся недоступными. Это какой-то баг программы. Чтобы сделать их доступными, можно переключить язык на английский и на русский обратно. Выравниваем. И самая важная настройка – это смещение времени. Этот ползунок тоже иногда становится недоступным. Делаем минус 5 часов. Ну и в принципе я пользуюсь вот таким. Можно добавить любой формат дня недели и даты. При этом нужно будет подрегулировать немножко положение. Вот такая настройка в принципе тоже неплохо смотрится, но если вы используете беспроводную зарядку, иконка беспроводной зарядки будет находиться под часами. Поэтому если вы хотите использовать дату и день недели, необходимо делать шрифт меньше. Такие часы будут работать после перезагрузки, если стоит соответствующая опция в программе. Даже после полной перезагрузки двумя кнопками на руле. Вот сейчас видна иконка беспроводной зарядки. И то, что она мешает в конкретном моем случае, поэтому я оставляю только часы. Единственное, что такие часы могут быть видны в полноэкранных приложениях, как YouTube. Вот демонстрация темной темы. Также можно вывести любую надпись дату с днем недели, часы в другой временной зоне, в другом месте, как видно на видео. Это можно сделать с помощью панели номер 2.